Дорогой друг, если ты смотришь сейчас, ты узнаешь не только это, но еще и многое другое благодаря Ире. Привет. Привет. Как дела? Классно. Ты знаешь, да, что это за программа? Так, немножко, расскажи. Эта программа называется «Диван вопросов от родителей». Я Ирина. Фамилия? Булатова. Возраст? Пока. Не скажу. Я забыла секрет. Секрет. Но ты ребенок? Да, я ребенок чей-то точно. Верующих родителей? Уже да, слава богу. Расскажи, давай вот сразу окунаемся в свое детство, что это было за время, когда ваша семья пришла в церковь, что было до, но ты видела какие-то различия? Я в своей семье пришла в церковь первая. Это сколько тебе было? Мне было 17 лет. Чтобы я пришла к Господу, Ему нужно было что-то прям сильное такое со мной сотворить, потому что я выросла полностью в неверующей семье. И вообще тема бога была не то, что закрыта, а вообще не поднималась, и всем как-то было даже противно. Так вышло. И тебе в том числе? Мне тоже. Потому что когда меня спрашивали мои ровесники, верю ли я в бога, мне очень был некомфортен этот вопрос. Я не знала, как на него отвечать. Я думала, если я скажу да, ну это будет неправда. Если я скажу нет, ну как-то мне очень некомфортно было всегда на эту тему, и поэтому я ее всегда закрывала. Вот. И чтобы я покаялась, нужно было мне попасть в аварию. Меня снес автобус. На следующий день я покаялась. Коротко обо мне. Снес себя, ты в машине сидела или? Нет, на переходе. Тебе было 17 лет, да? Да, мне было 17 лет. Меня пригласили в церковь, я согласилась, сказала, ну чисто так, посмотрю, поржать. Ну, вот примерно такой у меня был настрой. И настрой изменился за день до покаяния, и я вот попала в аварию. Да, я уже эту историю очень много раз рассказывала. Думаю, как раз уж. Я ни разу не слышу. Я думаю, может быть. Она такая, да, достаточно. Я ее обожаю, на самом деле. Давай, расскажи нам во всех подробностях. Я люблю историю своего покаяния, потому что, ну, действительно, я поверила в Бога за день до того, как я пришла в церковь. Это удивительно. Ну, расскажи чуть-чуть про твоих родителей. Как ты привела? Ты заметила перемены? Заняло очень много времени. У меня вообще целые этапы в моей жизни связаны с молитвой за моих родителей. Я, ну, покаялась 17. И, конечно же, я, это было перед Новым годом, я на Новый год стала писать планы. И в планах у меня было всю семью спасти, всех спасти, рассказать всем то, кто чего не знал. И я думаю, ну, сейчас у нас все изменится в жизни. И я такая была радикальная очень. Потому что, ну, как Саввел, я покаялась и резко просто хоп, и в другую сторону, да. Вот. Я приехала домой, ну, и все, собственно, у меня вот так. Дочь у нас. То есть родители отреагировали? Вы только хотели спросить, как отреагировали родители? Да, да, это просто дочь. Папа там, ой, монашка, или что, или сектантка, или что у нас вообще. Мы дочь отпустили, я уехала уже в другой город. Отпустили дочь и не досмотрели, все, она выбрала не тот путь. Да, сначала они меня пытались всячески помочь, спасти, потом уже им было без разницы, только нас не трогай, ходи куда хочешь уже. Вот, потому что любые наши семейные какие-то встречи обязательно упирались в то, что, там, я верю в Бога, и поэтому я, там, не пью алкоголь, поэтому я, там, ну, в общем... Твои убеждения поменялись совершенно. Да, очень сильно, и у меня родители уже... Ты можешь просто молчать, вот, ну, не говорить ничего про свою вот эту вот часть биографии? Да, и... Ну, это было долго. Борьба. Я все равно для родителей оставалась ребенком, поэтому, как я не старалась им проповедовать, им рассказывать, как надо, как не надо, они не воспринимали меня. Долго это сколько? Сколько ты с ними боролась или, наверное, Бог с ними работал? Наверное, я очень активно боролась, я молилась, правда, вот, честно могу сказать, что я молилась за них каждый день, и молитва моя часто была именно со слезами, потому что отчаяние такое было. Сначала очарование такое, что Бог реально может все поменять. Я видела семьи в церкви, и мне казалось, ну, вот, как может быть, вот. И я так верила искренне, что Господь мою семью изменит, но этого не происходило. С каждым моим приездом к ним становилось, на самом деле, только хуже. Ну, отношения у нас и у них между собой, и все было очень, как бы, вот, по наклонной вниз. Три года оно шло вниз-вниз-вниз, и потом критическая точка, они развелись. Та-дам! У меня был такой некий кризис, наверное, веры в тот момент, потому что я молилась за свою домашнюю группу, за свою семью, за многие разные вещи, и все они просто рухнули в один год. С чем это связано, как ты думаешь? Я думаю, что у каждого в жизни какой-то такой, ну, точка наступает, когда ты либо сдаешься, либо находишь силы и идешь дальше. И вот у меня эта точка была. Я помню, что я пошла молиться, когда я узнала, что они развелись. Я пошла молиться, и... Это они как-то тебе не сообщили, да? Мама мне сказала, что они развелись, да, просто. Причем, именно вот я получила слово от Бога, что он восстановит мою семью. Я такая счастливая была. И она мне на следующий день говорит, что они развелись. Ну, полностью. Оно противоположно тому, что я получаю в молитве слово, там, все прочее. И у меня не было никаких эмоций, кроме как... Я сейчас пойду молиться, и либо это будет моя последняя молитва, либо это только начал. Ну, примерно вот такой был у меня кризис. Радикально. Да, потому что либо я просто все себе придумала, и три года тут стараюсь как-то что-то там молюсь, молюсь, и просто все рушится. Вот. Либо просто это один из этапов жизни, потому что я в Библии же прочитала много разных историй про Иосифа, да, там, еще разные истории, когда оно все не по плану, не по плану, а потом все хорошо. Вера была. Вера была. И слава богу, что это была не последняя молитва, и что Господь, он пришел. Я тогда в ванной, помню, села на колени и спрашивала Бога вообще, ну, что дальше делать? То есть мне вообще за них молиться? Или мне пост взять какой? Или мне, что вообще мне делать, чтобы это как-то, как мне с этим дальше жить? И Господь мне так, ну, так мягко, да, сказал, просто не мешай мне. Ну, ничего не надо делать. Я сказала, что я восстановлю, что я спасу, и просто держись за это слово, и все. Вау. Да. Сейчас это для меня тоже некий такой этап, который я вспоминаю, и сейчас, когда мне трудно, я просто помню, что Бог, он верен. И он верен был всегда, и будет верен дальше. Вот. Поэтому... Твоя семья спасена сейчас? Сейчас, да. Расскажи про это. Однажды я шла по улице с домашней группой домой. Это сколько уже времени прошло? Через полтора года после развода я просто живу. Мы потеряли толком связь с родителями, потому что они не хотели меня огорчать. Я никогда не знала, что там у них происходит. Я помню, я маму спросила, а где папа? Ну, вот где он живет? Вот. Они все же продали, все, и разъехались. И я говорю, ну вот, где он вообще? Мама говорит, там не без разницы. И это было, ну, очень так тяжеловато. Ну, и на самом деле я была очень активна в церкви, очень занята. И у меня жизнь такая была, кипела. И я старалась либо, ну, не думать, что ли, либо, ну, просто я молилась, но понимала, что я сделать ничего не могу. Вот. Вот. И просто однажды иду из домашней группы домой, и мама мне звонит. Они, кстати, поженились обратно. Это, как сложно все это хронологически рассказать. Ну, Поженились они через сколько после этого года? Через полтора года. Ага. Да, Папа, как блудный сын, он такой, о, пришел в себя, понял, что все потерял и решил все вернуть. Мудрость. Да, ну, это слава богу. И он там за мамой ухаживал, стал какой-то, стал меняться. И с того момента, как они поженились, они стали как-то мою веру всерьез воспринимать. Интересно. Ну, то есть мама говорит, ну, это что-то сверхъестественное, наверное, ты молилась за нас. Я говорю, ну, да. Вот. То есть из-за восстановления вот такого? То есть они восстановили, бог сначала восстановил мою семью. Они поженились снова. У нас еще у меня есть брат маленький. Ну, как маленький, уже 16 лет. Уж меня так маленький брат. Вот. И, ну, они не покаялись, то есть они просто поженились. И я продолжала за них молиться. Ну, в общем, как-то вот однажды иду я домой. И звонит мне мама. Звонит, говорит, Ирин, а ты когда приедешь к нам? Я говорю, ну, не знаю. А что? А пойдем в церковь со мной. То есть я тебя 8 лет зову в церковь. Ты не идешь. И просто однажды она мне позвонила и сказала, пойдем в церковь. Оказалось, что к ней пришла она на массаж, ну, клиентка, и 10 сеансов ей проповедовала. Сильно. Они там как-то подружились за эти 10 раз. И она говорит, приходи в церковь. Она говорит, ну, если я приду, то только с дочкой. И, соответственно, я рванула туда домой. Мы пошли в церковь вместе, и мама выходит на покоение. И такой шок у меня, потому что я привыкла молиться, и мне казалось, это просто какая-то недостижимая цель, за которую ты просто всю жизнь будешь молиться. А тут вот она стоит, и я думаю, а теперь за что молиться? А что делать дальше? И я так помню маму спрашиваю, мама, ты что, прям Библию будешь читать? Что, прям ходить будешь в церковь? Она говорит, да. И с тех пор мы просто стали гораздо лучше, больше общаться. Она меня закидала вопросами, стала читать Библию. Она сейчас радикальная вообще. Она, мне кажется, в 5 раз больше верит, чем я. Она такая прям огненная. И потом брат мой покаялся, потом папа. И, в общем, Бог верен. Вау, очень сильно. Как ты думаешь, что вот способствовало вот такому... Ну, прежде всего, это твоя молитва, наверное, да? Я верю в это, да. Что способствовало этому восстановлению, Бог? Но что еще? Что они как бы изменили в себе, может быть? Какое отношение способствовало, наверное, их разлуке и потом восстановлению? Что это за отношение с другими? Сейчас я думаю, что если бы все вот так по щелчку произошло, вот я такая покаялась, помолилась, потом они покаялись, не было бы вот этой ценности и вот этого свидетельства вдохновения для других людей. Потому что сейчас, ну, я рассказываю многим эту историю, да? Мои родители, они всегда везде свидетельствуют о том, что их дочь вымолила, там все такое. Вот. И Господь мне доверил на мою домашнюю группу девчонок. И практически у всех какие-то проблемы в семье, с родителями, отношениями и так далее. И я верю, что вот именно это свидетельство того, как я проходила и как я молилась, сегодня им помогает и также вдохновляет их. Я думаю, это сейчас история очень многих вдохновит. Что бы ты спросила у Бога, оказавшись перед Ним? Ой, мама, как глубоко-то. Я, наверное, просто буду молчать. Я не знаю, что у него спрашивать. Я как-то, наверное, все меньше говорю в молитве, больше пытаюсь слушать. Поэтому как-то я лишний раз... А как это? Ну, я просто вот не совсем понимаю, как... Ну, не знаю, раньше я такая была болтливая всегда, там, Господу начинаешь за то, за это все, там, отмолила, перемолила. Вот. А сейчас как-то у меня поменялось очень. С чем это связано, как ты думаешь? Ну, может, возрослела. Понимаю, что лишний раз лучше промолчать, лучше просто послушать, лучше... Умней будешь. Вообще, мечтаю ли я? Достаточно ли смелые и большие у меня мечты? А когда они большие, лучше думаешь, лучше лишний раз не болтать, просто мечтать и делать. Но я мечтаю, как раз-таки оказавшись перед Господом, чтобы мне было не стыдно, чтобы я понимала, что... Ну, вот как апостол Павел говорил там, да, чтобы плод ваш пребывал, чтобы я понимала, что я пришла к нему, и я со своей стороны все сделал. И я теперь вот жду, чтобы мой плод пребывал. Ну, не знаю, я вот правда мечтаю о том, чтобы я исполнила его волю, чтобы он мной гордился. Ой, сейчас заплачу. Как ты думаешь? Ну, я так понимаю, что ты еще и служитель, правильно? Еще и, да. Чуть-чуть давай поговорим про служение. Какие ты находишь сложные моменты служения, которые вот... Ну, вот многие служители Ана смотрят. Как, может быть, ты расскажешь о своих моментах сложностей и как ты их проходишь? Я думаю, что это важный момент. Я думаю, что у каждого человека какие-то вот разные бывают этапы в служении. Энтузиазм, там, все, мы сейчас, мы сейчас всех там зажжем, да, все такое. Всех зажжем. Ну, да. Вот. А потом ты начинаешь делать-делать, начинаешь спотыкаться обо что-то, люди тебя начинают оставлять, ну, просто рутина какая-то. И всегда наступает момент, надо ли это мне, надо ли это людям, надо ли это Богу, надо ли вообще это все. И тут же появляется куча альтернатив разных, которых ты можешь, ну, работать, можешь учиться, можешь семью завести, можешь друзей завести. И как-то оно все как будто бы твое служение вытесняет. Вот. И, наверное, все-таки совет или что-то мне должна была сказать, это помнить свою первую картину, помнить вот к чему тебя Бог призвал, помнить ту мечту, которую он вначале дал, потому что она всегда сначала яркая, а потом так все... Загасаем. Ну, да. Поэтому ее надо все время, может, ее как-то нарисовать себе. Помните свою мечту. Да. Это, я думаю, что это очень важно не просто даже вот в том служении, в котором мы находимся, но и вообще в жизни, в своем видении, куда вы хотите идти, помните эту картину. Это очень важно. Давай чуть поговорим про... Ну, я так понимаю, ты была в миру 17 вот этих первых лет. Был ли у тебя момент вступления? 17 лет, честно говоря, нет. Даже похвастаться нечем. Но вот были несколько вот таких кризисов, когда я вообще думала, я, ну, правильно вообще это все, надо мне это или нет? В такой момент, как лучше всего справляться с кризисом? Я так понимаю, вот держать виню, но вот именно с кризисом. Ну, вот в самом начале, когда я только покаялась, это же все равно эмоции, да? То есть ты, тебя коснулось слова, наверное, или что-то такое, и ты, да, произносишь молитву покаяния, а потом буквально вот, может, дня два-три, как-то, оп, откатывает, и ты думаешь, что я вообще сделал? Ну, это такое опасное, наверное, время, когда больше всего нужна опека и дружба вот рядом с людьми в церкви. Поэтому я, наверное, и служу вот новым людям, потому что, ну, я понимаю эту важность. Я понимаю, что если тебя в первые дни никуда не позвали, никто с тобой не познакомился, то, скорее всего, тебя как-то обратно затянет. Вот, потому что я по себе это помню. Было много разных сомнений, переживаний, и слава богу, что в моей жизни были люди, которые сразу со мной подружились, как-то я влилась в тусовку сразу, и, наверное, благодаря им я действительно вот этот момент пережила. Такой вот самый. Слава богу. Да, самый первый. Потом вот через три года, это когда ты о чем-то мечтаешь, стараешься и что-то всю себя отдаешь, а потом просто никакой отдачи, никакого результата, и все рушится. И вот в этот момент тоже был такой период вообще, я правильно ли делаю. Вот, но слава богу, и он мне и там тоже помог. И потом возникает иногда просто такие время, когда ты вроде состоялся как служитель, у тебя есть какая-то команда, там, группа, еще что-то, ты вроде делаешь, и приходит просто какая-то такая приедается, что ли. Я тоже это могу назвать кризисом, потому что, да, потому что писание говорит, надо быть либо теплым, либо холодным, либо горячим, да, но теплым это очень опасно, потому что просто ты думаешь, ну, как, все нормально, у меня все хорошо, опасно. Не быть таким. Нет. Какой бы ты дала самый важный жизненный совет вот гражданам, которые нас сейчас смотрят? Держитесь, господа. Это, наверное, самый главный совет. Супер. Я попрошу тебя еще о двух советах родителям и детям по воспитанию друг другу. Ой, а лучше, чем в Библии, ты не скажешь. Не скажи так. Дети не раздражать, родители не раздражать детей, а дети почитать родителей. Ира, знаешь что? Да я хочу поблагодарить тебя и Бога. Спасибо. Эту программу за тебя такую сладкую, хорошую, за тебя, служителя. Я думаю, что Бог очень круто может помочь этой программой многим людям, твоим свидетельствам. Друзья, мы вас любим. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!